В Артыбаши в минувшие выходные можно было снимать ремейк блокбастера «Водный мир». Сердце Алтая озеро Телецкое вышло из берегов и затопило популярные туристические маршруты, дороги, придомовые территории. Глава Артыбаши Алексей Киршин бросил все силы на борьбу со стихией и сам помогал местным жителям возвращаться на большую землю. На этой неделе ситуацию на Телецком удалось стабилизировать. Критический уровень воды превышен незначительно. Проверяю, смотрю за уровнем воды. Люди остаются позитивными. Вот у нас концерт играет на заднем фоне и мы как бы здесь не унываем. А что касается Лаганского района, то там потребовались более кардинальные меры. Спасатели из мест подтопления эвакуировали более 150 человек. Большая вода сейчас бушует и в Алтайском крае. Если вода еще столько же дней продержит, то все. Пол на выкид, это однозначно. Подняли мебель, собрали вещи, документы и экстренно покинули родные пенаты. В прошлый четверг наводнение выгнало семью Ушпик из дома. В последний раз поводковые воды приходили в село Поливодка в 2016 году. Тогда вода ушла за несколько дней. В этом не уходит и за неделю. Ущерба на сотни тысяч рублей. Пострадал не только дом, но и урожай. Погибло все, кроме картофеля. Но и тот на последнем издыхании. На первый взгляд кажется, что подтоплено всего несколько приусадебных участков. Но это не так. По словам местных жителей, там ниже, ближе к реке, находятся больше десяти домовладений. И все приусадебные участки в этих домах тоже подтоплены. В сростках, что в десяти километрах от села Поливодка, тоже начались подтопления. По словам местных жителей, вода подступила к приусадебным участкам. Там пониже-то по улице уже в огород заходит. Надеяться будем, не зайдет она к нам. То ли в 2013 или в 2014 году был, когда потоп сильно топил нас. Она прям в огород хорошо зашла. У меня хорошо дом на горе стоит, огород низинки. А кто внизу-то был, прям под окном шел поток. Страшно было. Мы коту не видим, мы далеко. В двух этажках живу. Так что нам не грозит. А там, говорят, большая вода. Уже некоторые дома. Подъезд плохой. В самом Жибийске ситуация не такая тревожная. Подъем воды незначительный. До критической отметки больше 100 сантиметров. В пригороде, в поселке Сорокино, вода едва не подошла к домам и угодиям. Были подняты, соответственно, люди. Бейск-Автодор подъехал туда, подсыпали, соответственно, там, как бы, ну, не дамба, мы будем говорить, а насыпь такая, небольшая насыпь. Мы ее подремонтировали, сделали. И, в принципе, на сегодняшний день люди довольны. Подтопление центрального пляжа избежать не удалось. Специалисты управления гражданской обороны заверили, что сегодня все службы в боевой готовности. Уровень воды на постоянном контроле. Подготовлены три пункта временных размещения. Есть места, где будут храниться вещи людей, которые будут эвакуироваться. Есть, соответственно, места, где можно, значит, животных вывезти. И, соответственно, чтобы они там были отдельно от людей. Там и крупнорогатый сход, ну и птица, все остальное. Что касается Барнаула, то вода в Аби продолжает пребывать. За сутки уровень вырос на 12 сантиметров. До 16 июня, сообщают спасатели, он достигнет отметки 540-570 сантиметров. Напомним, опасная цифра 560. При этом значении начинаются подтопления в затоне. Что здесь было? Пенек. Вот он виднелся, вчера виднелся. Было ровно прям вот по нему вот так. А сегодня вот вода пришла. Критической отметки в затоне еще нет, но вода уже подступает. Местные жители, конечно, верят в лучший сценарий, но готовятся к худшему. Документы собраны, как говорится, о том, как его подготовишь. Мебель не поднимешь, как в 14-м сказали. 40 сантиметров мы подняли. Он как хлынул, он от всей диваны все перевернул, и что на диванах было, все перевернуло. И все вот на крышах сидели. Жители Затона надеются, что в этом году им не придется спасаться на крышах. По крайней мере, городские и районные власти все для этого делают. Сейчас в микрорайоне отсыпают дамбу, чтобы дорогу в случае чего не затопило. Каждые три часа в затоне мониторится паводковая ситуация. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком.